сегодня вечери уже вечер вау а это смотрите это кто выдачи вы с дочей это хэллоуина готовится да смотрите вот такая декорация я и не знал даже вышел смотрю алекс включил а вот еще паук он должен ползать по ниточке я не знаю как будет видно в темноте но смотрится классно да пойдем погуляем вечерок ник никакой даже это нету такое что там опасно ли все что-то просто вышли прогуляться сейчас часов 9 вечера до спокойно идем отдыхаем воскресный день у алекса фонарик так он довольный до привезли ему с россии фонарик фикс прайса до сурского только сейчас еще будет к нам дочь идут наши дети впереди и коснулись на полтора месяца к их жизни опять и уедем а у нас уже внук вырос а мы далеко далеко даже не верится что на другом континенте пойдемте в центр куда или туда пойдемте куда хотите выбираю у него фонарик выключился да не отключился пойдемте это когда до сюда ездим на велик это мы с мамой ходили если мы до центра даем и достаточно этого смотрите вечер такой звездный небо чистое тепло на улице ну и награться 18 до где-то так ну мне захотелось одеть кофту ты так-то раздетая ноги голые смотрите иду мимо дома и вот насквозь все видно люди вообще не прячется все насквозь хочу пряжет прятаться если ну благополучно все никто ничего не ворует не убивает ну есть же статистика кроме районов что если миннесота самый благополучный штат а южная дакота рядом я думаю недалеко ушла если здесь вот например муж женой ругаются там у них драки происходит и жена например вызывает полицию то фотографию мужа вывешивают в штате да а может быть жены выставят если но они ругаются если муж ее побил он если он абьюзер и она вот и она его обвинит и она это докажет что это он это сделал короче если он кухонный боксер фотографию выставляют на веб-сайте что он короче не помню как называется да и это каждый может зайти это посмотреть и все знают в принципе кто что это делает кто кухонный боксер вдруг кухонный боксер и его не могут не запустить в некоторые что в некоторые дома вот там где мы дом квартиру снимали его туда не запустили бы ну то есть чтобы он не портил аур до чтобы проблем не было короче говоря я сейчас здесь наверное не видно подсвечиваются ступенечки ступеньки ступенечки я уже как некоторые блогеры он алекс аник алекс сел на шею бабушки бабушка решила проявить инициативу сейчас пять минут протащит потом дедушка будет часто я хотела сказать вспомнила ну про мужа заговорили когда сюда приехала и я на границе была в нью-йорке меня заводили в отдельное место потому что я была эмигрирующий человек те кто туристы туристическая виза они проходят и дальше идут там на самолеты или куда им там надо а я была эмигрант именно да меня там не видно ну что и меня посадили боже мой я там ждала я самая последняя была настолько это муторно ну представь столько пролететь еще и там просидела часа два а джарит ждал да джарит все время ждал он же знал во сколько самолет садится ну ладно до меня очередь слава тебе господи до меня очередь дошла и там знаете был парень был звали его андрей и он был ради скорее всего родители у него русские были но ну или может русскоговорящие не знаю но по-русски он ни слова не бум-бум но может он мне соврал что он не разговаривал по-русски вот и он мне говорит молодая горит и невеста мне тогда 19 лет было еще 20 не было через месяц было 20 вот и я говорю ха-ха спасибо говорит ты если что он дал там памфлет такую бумажечку если что если тебя будет муж обижать ты не молчи ты обязательно позвони туда-то туда-то сообщи тому-то тому-то не молчи не чтобы он ну бывают же такие случаи когда люди приезжают девушки особенно молодые и их мужья там издеваются над ними например вот и он предупредил меня он прямо мне это стоял минут десять рассказывал я говорю о кей-окей правильно делают приказ дарит оказался надежным мужем такая маленькая такого большого обижать представляет я кухонный боксер дома ты расскажи что ударить тебя в нью-йорке встречал и вас потом мини-отпуск типа был вы там встречал меня в нью-йорке он меня ждал два с половиной часа или три или четыре даже я точно не помню он купил цветы первый один наверное единственный раз когда он не встретил в аэропорте с цветами он не любитель цветов да и я в принципе тоже и он меня ждал он говорит я смотрю все выходят ну из рейса твоего но он же видит кто с какого рейса идет и дальше на сумки забирать идут я жду 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 ну в общем он устал мы поехали он храмут начал сделал снял отель в нью-йорке да в центре нью-йорка на манхэттене вау и мы там походили у нас там мини отпуск бы 4 дня мы там остались и потом мы назад поехали когда подавали тебе расскажи еще как он тебя водил там парикмахерс да ты ходила везде короче он все тебе да я уже забываешь но я же помню он тебе там стилистов каких-то лучше да каких лучше пришли в парикмахерскую я говорю делайте мне знаешь как у нас прическу я не знаю как сказать прическу а там девушка русская на каунтере работает ну на этом распределяют нью-йорке много русских да в нью-йорке русских на каждом шагу вот и я что и сказал о привет там все дела русский город нью-йорк да русский город нью-йорк и поговорили с ней на горит мете короче мне сделали прическу я тогда офигела 40 долларов но это это оказывается дешево было что с меня 40 долларов взяли на манхэттене мне сделали там blow-out там короче такую бегуди немного накрутили ну и мы пошли в ресторан ну я до сих пор было краба первый раз или когда я до сих пор не могу забыть этот ресторан он был настолько там мы заказали стейк и лобстера и картошку сколченую это было настолько все вкусно и до сих пор это об этом ресторане с мужем своим разговариваем даже лучше чем в лас-вегасе да это был наверное самый лучший но может быть впечатления были разные может быть он тоже был под впечатлением за ужин мы что-то 300 долларов заплатили ни хрена себе ой извиняюсь домой французский вот он меня сводил и там мы познакомились с мужчиной который в этот ресторан ходит каждую неделю каждую пятницу последние 14 лет русский были нет он у него бизнес в нью-джерси он там бизнесмен что-то он по моему ремонтировал что же он ремонтировал трубы что ли сантехник он был да но у него был свой бизнес вот он не был техникам он был бизнесмен и он туда свою подружку привел и она на меня так смотрит мне еще макияж сделали вау какая у тебя красивая кожа она прям потрогала сколько тебе лет игру мне 19 а ну тогда понятно почему такая красивая они взрослые были они были вашего возраста лет по 50 мы там сидим нам такой официант высокий официант принес полотенцем на руке принес нашу еду как это было красиво и еще раз опять же говорю все впечатлениями может быть мне сейчас бы это не понравилось но тогда это было супер я извиняюсь амсори смотрите мы вышли мы вышли на центральную центральная улица до брукингс как она называется 6 улица улица номер 6 вот это да улица номер 6 это одна из центральных улиц да по две включу на эту вот это здание банка виде как подсвечивается ну банки и они везде подсвечиваются вот продолжает свой монолог или диалог еще там был bartender он настолько все быстро делал у него там летала все он он прям с него капли пота лились потому что он так работал это было более пяти лет назад а теперь видите какой чудо сидит у нее на шее короче ну в общем впечатление классное мы сходили на какую-то там брать нет брать-энфич мы не ходили как же это центральное там место называется я забыла в общем я забыл как это называется но неважно очень классно мы отдохнули потом мы поехали полетели назад у нас был самолет мы в первом классе летели и мы такого раздвинули весь и мне без бизнес-класс нет есть бизнес-класс есть первый класс это еще лучше бизнес-класс там раздвигаются мы там легли поспали и там мужчина стюарт стюарт что-то спросил у меня я что-то ему сказала что я русская он говорит о я раньше летал в дельте и дельта раньше летала в москву сейчас она не летает дельта в москву аэрофлот все переменилось мне говорит нравилось летать в москву он сказал вот мы идем по центральной улице и как всегда людей нету видите сейчас воскресенье вечер но тем не менее тут всегда так одни машины то машин мало даже сейчас давай сейчас алекса посажу на шею до пойдем он нормально у меня давай камон алекс пойдем ко мне там у нас всем привет алекс теперь со мной алекс скажи привет привет а где твой фонарик алекс это у меня он вы ты с дедой да давай там поверни как надо камеру это заправка подожди чуть-чуть там уже проходили сам внизу уже 250 раз все проходили я на ровном я на ровном месте всегда спотыкаюсь я летаю я из-за него из-за него из-за него до сюда же живые дома да да все же люди подъезд а вот это по-моему не жилой дом это потому что живу я по-моему это не жилой дом это с той стороны у них подъезды может мне уши закрывать я не слышу а где алекс здесь вот берись вот здесь да по-моему это парикмахерская для студенца в доме прям я же тебе говорю я не знаю точно по-моему но если говорить нечего выключайте еще чтобы девочки всем пока пока на мальчики порассуждали была хорошая прогулочка перед сном чтобы на боях алекс устал у нас говорит я устал он обычно дерется с нами я не устал я не устал сейчас он началось ну все иди тогда пока девочки ну все пока 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 александр и пока пока а